здравствуйте дорогие радиослушатели все те кто смотрит на нашем youtube канале в эфир программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и постоянные ведущие эдуард прумер и геннадий прумер сегодня мы беседуем с российским журналистом телевизионным ведущим радио ведущим блогерам дмитрием губиным дмитрий здравствуйте здравствуйте геннадий здравствуйте дарца здравствуй чикаго с покойного даренко произносить спасибо дмитрий что вернулись к нам в радиоэфир мы это очень ценим еще раз спасибо большое да спасибо а дмитрий у меня сразу тогда чтобы времени так у нас не всегда много кажется много но всегда как говорится его мало с интересным людьми его всегда мало сейчас значит в россии а очень тяжелая ситуация с к видом вот пару месяцев назад россия в лице правительства решила выпендриться есть такое слово может быть не очень как бы культурная но она по сути правильная и они значит выпустили вакцину заявили о том что они выпустили вакцину правда эту вакцину не сильно кто-то хочет покупать да и сами россияне не очень хотят ей пользоваться но вот этот вот выпендреж он как говорится современную россию показывает скажите дмитрий почему для россии так важно а вот это впереди планеты всей показать всем что вот мы на коне мы придумали мы первые почему это так вот советских времен вот это вот у них осталось вот таки я вам не скажу даже за всю одессу тем более не скажу за всю россию на самом деле тот случай который вы объяснили зачем-то вы сейчас унизили одинокого пожилого плохо стареющего человека у которого и так жизнь не сладка а тут еще народная волна в городе чикаго ему из-за буграда саждают на самом деле вовсе не уверен что всем россиянам так важно быть впереди планеты всей на самом деле эту ситуацию многие очень болезненно восприняли на самом деле ситуация свелась к тому что упомянутому пожилому джентльмену один из его генералов принес папочку с докладом который было написано что российская вакцина создала а поскольку дедушка старый читать видимо давно уже разучился он же не знает что такое вакцина создана и зарегистрирована он не знает что такое три этапа клинических испытаний любого подчеркиваю любого медицинского препарата он не читал там книгу врача поспелого который называется доказательной медицины не знает что такое третий этап клинических испытаний которые проводятся двойным слепым рандомизированным плацебо контролируемым методом поэтому скал моя дочка испытала все в порядке только температура чуть поднялась вакцина создана и зарегистрирована и пусть все нам завидуют это его персональная реальность одной отдельно взятой пожилой головы несчастный повторяет очень несчастный человек ему можно посочувствовать вот и все но поскольку россия это централизованное государство как говорил он я прошлый раз уже повторял как ричард пайпс великий советолог великий русист называл существующий российский порядок patrimonial autocracy три мониальной автократии что в переводе на русский означает вотчинное самодержавие к самодержец распоряжается страной как в былое время моя покойная теща распоряжалась своими шестью сотками под выборгом бренинградской области то все естественно взяли под козырек получился дикий совершенно конфуз не могу сказать что на фоне этого конфуза все кого я знаю в россии чувствуют себя превосходно все понимают что дедушка снова ляпну глупость но что поделаешь он на самом верху пирамиды и пирамиды это отнюдь не пирамида масло а сказали скорее египетская вот джентльмена надеюсь я ответил на ваш вопрос дмитрий хочу сказать что я большой поклонник вашего youtube канала при хочу нашим радиослушателям представить губин on air это 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 и ваш youtube канал очень интересный интеллектуальный все кто хотят может могут обратиться и я думаю что будет всем очень интересно вслед за этим хотел бы за вот вот это это нам приятно вслед этого хотел бы задать вопрос 50 лет назад ленинград это было культурная столица советского союза то есть бдт гребенщиков барышников маринка гранин вот это это все представители интеллектуально интеллектуального слоя до советского союза потом пришло понятие бандитский петербург в девяностые а последнее время есть такое понятие как питерские которые означает ну российскую власть как вы думаете почему вот такой за 50 лет произошел конфуз как бы я бы сказал бы наверное вот от элиты интеллектуальной до питерских ну вы конечно наш коллег связали парышников с гребенщиковым это разные поколения когда барышников прыгал в сторону вашей свободы гребенщикова никто еще не знал даже в андеграуз скажем тот же даниил грани не забудем что в свое время он выступал на собрании в доме писателей на тогдашней улице воинова я уж там не помню кого осуждали не то солженица не то броскова впрочем и неважно и вот он тянул руку хотя его никто не просил и тоже осуждал правда потом раскаивался что этот поступок совершил райкин тот же уехал например из зенеграда потому что мне мужик не давали а москва его приюте но не в этом дело идея совершенно понятна я не могу объяснить потому что бог играет в карты как известно чтобы там покойник эйнштейн нам не утверждал выпала такая фишка так сложилось так сложилось что ельцин выбрал себе преемника из числа питерских причем выбор его пал на человека совершенно невзрачного ничем не выдающимся это была вторая волна ленинградской миграции петербург первая была самая яркая и все знали это грубо говоря вот эти молодые завлабы кудрины чубайсы можно по-разному относиться но они были действительно яркие люди а вторая волна такие вот министерские мужички я их помню еще по советским временам вот такие с пролысинкой подобострастно улыбающиеся начальство но однако которые своего не упустят путин был безусловно а из их числа это чистая случайность что на него выпал жребий насколько я понимаю ельцину сильно пригодилось одно очень важное качество если путин дает слово он его держит зная об этом своем слабом уязвимом месте путин если вы обратите внимание никаких слов давным-давно уже не дает он их просто на ветер бросает а вот это вот верность вообще-то на свое время полу государственного преступника собчака от ареста спасал отправляя его медицинским финским самолетом на манер навального в париж да так что то что сейчас он там говорит этот джентльмен этот господин про навального он забыл что он когда-то выполнял роль эвакуатора почти в схожей ситуации а дальше выяснилось что владимир владимирович никакой нифига не управленец и он никакой нифига не политик он ведь никогда не принимал никаких политических компаниях участия его в 2000 году просто избрали ему сделать эту компанию а единственная компания которую он вел сам он не с треском проиграл 96 году он напомню был главой избирательного штаба анатолия собчика и выяснилось что на новом месте где нужно сочетать политические таланты чиновничьи тоже ему крайне неуютно из он стал окружать себя своими вот вот уже все там там выбраны все там выбраны его однокурсники для участия в госуправлении выбраны все с кем он работал свое время в смольном в ленинграде а потом в петербурге его школьные товарищи его племянники друзья родных няни дочерей садовники в саду охранники его соборцы по секции самбо и так далее и так далее но он доверяет только тем кого лично знает и вот знаете ли это ваша американская система когда побеждает талант когда чистильщик обуви может пробиться ну если не чистильщик обувь президента но мальчик из гаража вполне может пробиться в кремниевой долине и вам эти примеры известно лучше чем нет путин в это абсолютно не верит он верит в то что можно пощупать потрогать с кем он лично знаком и вот он создал эту команду питерские то есть на самом деле ленинград конечно нынешний петербург сегодня тоже деградировал как деградировал любой российский город в сверх централизованной стране я еще застал советский союз неплохо его застал тогда была конечно жуткая централизация на ее было меньше потому что скажем в городе ленинграде люди на одной той же позиции в одной и той же институции или даже просто институте понимка получали одинаковые деньги а присмотра было в чем-то меньше и в ленинграде можно было отсидеться как в меховой такой варежки и бродский очень точно писал что лучше жить глухой провинции у моря на это было расчет но только в те времена когда зарплата в провинции такая же как в столице но вот это вот немножко вот еще добавила но в целом но так бог кинул кости ну что ж поделаешь история дама ироничная иногда мы ищем причины а не нужно искать причина просто так рассложилось вот скажем николай второй терпеть не мог я сейчас боюсь шрицкого кажется битта ну вот но ненавидел он его физически тут ему был антипотечи и он сделал все чтобы вид то шоу министр финансов да но не важно там кого не кого он персонально ненавидел или там столыпина условно говоря ненавидел и сделал то чтобы этот человек не было управление государством было физическое что поделаешь такие штуки иногда срабатывают я понимаю что это не укладывается в каноны российской истории но тот же пайпс довольно любопытно писал о роли случайности в истории дмитрий а вот многие кто уехал в америку в начале 90-х годов помнят анатолия собчака как человека интеллигентного свободного прогрессивного и это действительно он так смотрелся а можем ли мы на сегодняшний день развеять вот этот миф собчака который у людей тогда сложился или пускай миф остается мифом знаете какая штука вы задаете вопрос исходя из того что собчак фотография далее схожу из того что собчак это фильм после того как он эмигрировал в париж я с ним встретился был 98 год чемпионат мира по футболу во франции он пришел в лобби отеля лютеция одеты в такой знаете такой фринч серебряными пуговицами с воротником стоечкой а увидев его там были какие-то русские люди один мужичонка но из таких вот новоришек провинциальных он застыл то есть мало того что он приехал в парижный чемпионат мира а а за минуту до этого марадонна прошел по холлу и вот мужик он остолбенел кстати марадонна проходит в метре от тебя и вдруг собчак и он стоял вот как такая совершенно античная статуя руки пошел курос только одеты и собчак так не посмотрел сказал призна все-таки с этой своей незабываемой профессорской интонации я подумал что собчак господи боже мой все тот же он презрительно и высокомерен по отношению к тем кто ему кажется идиотами но поскольку идиотов большинство и идиотов демократии избиратели он этот момент не учитывает в отличие кстати от трамп ну тогда еще до трампа было далеко но потом я стал говорить собчаком и выяснилось что все-таки в париже за время миграции его взгляды изменились я помню как он с восторгом рассказывал мне о том что происходит с неправильно запаркованными автомобилями в париже что их не эвакуируют не оттаскивают им кладут файн под дворники этот файн нужно оплатить и только в том случае если машина мешает движение и эвакуирует оставляя там записку где следует искать а по какому телефону следует звонить и что вообще нужно делать и он говорил что это нормально и человече и он мне очень много таких вещей рассказывал и должен добавить что к этому времени с собчаком были в дико разруганных отношений дело в том что я когда-то взял грех на душу поддался уговором скажем так избирательного штаба собчака и согласился вести программу час мэра который как вы понимаете было топовой как она размещалась на тогда дико популярном пятом канале и от нее вообще зависело изберут собчака или не изберут для меня это действительно была программа час мэра я провел ее один единственный раз который длился один единственный час после чего собчак своей волей снял с меня с эфира и выбора проиграл потому что я ему сдавал те вопросы которые собчаку явно не хотелось слышать а когда собчаку сдавали злые ехидные жесткие вопросы он перестал его переставал вываливать пузо на стол он подбирался сжимался и вообще он в обороне был гораздо лучше чем в благодушном таком настроении в глубоком риергарте и поскольку меня на следующих программах не было собчак выбор проиграл так что ты я виноват в том что собчак проиграл выборы что глава его избирательного штаба переехал в москву что там его познакомили семьей гельцинах там они его сделали преемником вообще во всем кроме ковида в произошедшем последние годы начиная с 1996 когда-то произошло виноват лично я но что поделать головой повинный тяжел пришел ему народную волну на город чикаго но потом после девяносто восьмого года и когда собчак уже вернулся при путине то есть 2000 он передо мной извинился так что собчак менялся он очень разный давно были специфические представления демократии да для него демократия означало непременно яркость он мыслил вообще петербург как город праздник не случайно он вернул ему имя по большому счету ему было неважно с кем встречаться с кисанжером с английской королевой или женить как во времена анны иоанновны помните ледяной дом свадьба шута вяземского с карло и значит женить таким же примерно макаром филипп киркорова салы пугачева он там должен он всегда хотел быть на любой свадьбе женихом и любых на любых похоронах покойником это правда но что поделаешь что вы хотите 96 год тогда представление у всех по демократии пусть какой 96 но стал девяностом председателем лен совета это у всех были представления демократии об америке и так далее но известно какие ребят вспомните себя в девяностом году какой вам тогда представлялась америка и улыбнитесь вместе со мной потому что точно наверное такими же были мои взгляды демократии западе о правах человека и тогда дмитрий я немножко конкретизирую вот тот вопрос который он задавал несет ли собчак ответственность за бандитский петербург и знал ли он что происходит вообще в его окружении и будем так быть за его спиной то есть я это имею ввиду в том плане что если его личная ответственность за то что происходило в городе как вы думаете личную ответственность за основные процессы которые проходили в городе не всегда скажем так знал что творится за его спиной иначе бы он проморгал тишайшего своего заместителя владимира яковлева который затем сменил его на посту губернатора шестом еще был мэр потом стал губернатор да он не спускался до бытовых малач и мелочей но иногда он этим хорош я очень хорошо помню как на этой программе час мэра мы сняли с ним сюжет для плачущей там женщина который сказал у меня трое детей а пособие там вот такое ничтожное на что же мне жить и он очень жестко сказал что я вам сочувствую это раз но если у вас трое детей то этих детей должно быть от одного до трех отцов и это значит они обязаны платить алименты если вы мне сейчас скажете что не можете их найти это значит вы перекладываете часть ваших обязанностей по уходу за детьми на государство он говорил очень жестко и в этой жесткой позиции он был хорош я думаю в том что он говорил была очень жестокая но правда что касается бандитского петербурга остановить это не мог никто это происходило по всей стране абсолютно это был прыжок из грязи князи это было быстрое обогащение от того придонного слоя который не знал как обращаться с деньгами а кто собственно знал как с ними обращаться это было первое открытие люка через которое можно было заглянуть в ту бездну на дне которой значилось что россия в любом варианте советский союз величайшая российская империя эта страна третьего мира эта страна по культуре третьего мира даже не второго там польша варшава это всегда был второй мир и там какой-нибудь я не знаю там вильна или или рига или ревель до таллин вот это был второй мир первый мир понятно вот эта страна которая всегда маскировалась концентрации власти необычайной роскоши у отдельных людей которые которые связаны с концентрацией власти россия всегда умело маскировалась ну если не под первый мир то где-то там как вариация первого мира а тут выяснилось это третий мир это называется в кампучии дали детям автоматы вот это такие же дети которым дали с одной стороны бабки о них там на первых порах зарабатывали на кооперативах на 2 с другой стороны дали те же автоматы калашенко и как в кампучии там целые есть народности были точнее они просто выбили горные друг друга у них появилось оружие автоматическое после лука и стрелы там чем они пользуются ножи и они просто уничтожили себя вот то же самое происходило в россии по схеме всех племен которым вторгается цивилизация не дает им консервы и огнестрельное оружие вот 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 и все и никакой собчак 100 собчаков 500 собчаков они не могли остановить процесс если петербург весь оставил из одних собчаков тогда наверное другое дело но это происходило абсолютно и всюду это была лавина сель остановить это было невозможно дмитрий хочу сказать что в моем детстве любимой книгой и фильмом бы были три мушкетера александр дюма и очень талантливо экранизированный фильм с михаилом боярским главным мушкетером советского союза и россии могли бы вы вот именно об этом человеке рассказать почему сегодня его сын один из самых ну как бы ретроградных наверное депутатов его жена сегодня главная художественный руководитель бывшего театра линсовета до бывшего театра линсовета дом балтий по-моему называется балтийский дом балтийский дом а да и он сам был является главным главным таким поддерживателем всей этой структуры и вот власти вот ваш портрет михаила боярского то что касается сергея боярского то я должен замызить товарища что сын за отца не отвечает и отец тоже не отвечает за сын это че что касается самого михаила боярского потому что вот когда мы с вами разговариваем сегодня портал фонтанка разместил очередное фото где в очередной раз mercedes боярского там 022 по моему номер запарковался на набережной мойки лишив прохожих всякой возможности пройти там узкие набережные как раз вот только одна машина и размещается представьте себе такое произошло в городе чикаго что будет с владельцем mercedes но боярский себя считает таким опричником у напрочь всего напрочь закона он заслуженный и так далее взгляды да его вызывают у меня большую печаль но может не такое огромное как совершенно подставляющийся никита михалков на общем понятно это я могу ответить только мои любимые цитаты из дмитрия быкова в одном из своих романов он гениально написал он был мудр мудростью старости который состоит в том чтобы примкнуть к победителям а девы другую мудрость видали вот и все боярский умный человек он понял что его шансы пережить путина невелики и поэтому он ведет себя так как ведет это власть это и есть мудрость старости дмитрий мы возвращаемся в программу политинформания ведущие эдуард брюмер геннадий брюмер сегодня мы беседуем с дмитрием глубинным российским журналистом телеведущим радиоведущим блогером дмитрий дмитрий хотел бы задать вам вопрос насчет двух интересных ну не интересных двух персоналей они не занимают высоких постов в российской властной иерархии но как мне кажется оказывают существенное влияние на принятие тех или иных решений владимира путина я хотел бы спросить о господине сечине игорь иванович и о господине просто золотой без имя отчества потому что мне кажется что имя его надо произносить детским таким словом витя наверно вот так вот как бы вы описали этих двух людей господ этих двух но вы не это золото в то то точно не виновата в том что согласился ли он быть начальником росгвардия в этом росгварде это другой вопрос я не знаком к сожалению не с тем и не с тем ни с другим поэтому память не может мне услужливо подсказать ворох подробностей как скажем случае с собчаком сечин насколько я знаю действительно относится к тем людям которые вхожи к пути влияет ли они на него остается только гадать вообще нет ни одного на сегодняшний день человека который достоверно мог бы сказать из каких элементов складывается дедушкина каша который с моей точки зрения несомненно находится у него в голове он время от времени всплывает на поверхность хотя созна сознание его остается видимо под поверхностью и произносит там вещи от которых меня бросает в дрожь причем это не та мелкая хвойная дрожь который мандельштам писал виде сталинские плахи такая дрожь мелкого детского заливистого смеха например когда он говорил что нельзя ставить ветряки потому что от них вибрация такая что червяки на поверхность выползает что у него настолько непонимания того что происходит мире куда он движется что можно приводить как хрестоматийный пример я я помню да что у меня спросили о сечне и о золоте но просто вот на нас не произвело большое впечатление новости о том что бмв в мюнхене своей столице в городе штаб-квартире перестает выпускать двигателем дизеля и внутреннего сгорания вообще перестает линия закрыта производство переводится оставшиеся в другие города это связано с ковидом нет это связано с тем что там теперь будет выпускать электродвигатели и и маркус зёдер это такой министр президент баварии я сейчас нахожусь он сказал что очень это поддерживает его это очень радует и более того что он считает что 2035 году бензиновые машины в германии должны быть запрещены вот я не знаю как бы отнеслись городе чикаго и спускали парня слушайте с 2035 года в соединенных штатах америки запрещаются двигатели внутреннего сгорания любого типа а в германии об этом серьезно идут разговоры тем более что китай крупнейший потребитель продукции бмв он тоже переходит на электрические двигатели и германии сейчас 50 процентов электроэнергии производится возобновимыми источниками через 30 лет вам должно 80 90 процентов производится точной цифры не помню на порядок примерно такой и вот город где я живу здесь чистейший воздух лес входит в город город крупнейший леса владелец это вообще такое бегство из города на природу только теперь уже со всеми комфортами вот чего не понимает путин а вслед за ним не понимает россия потому что русские великолепные оппортунисты русские великолепно приспосабливаются к любым меняющимся условиям собственно поэтому по всему миру выживают ну раз дедушка сказал значит так тому и быть вот и все но дедушка сегодня это black box ты можешь вложить туда любую информацию на выходе будет либо глупость либо отсталость либо сочетание того и другого один классический пример если он теперь станет классическим мы с вами уже это судили заявление о том что россия первой в мире создала вакцину когда никаком создании еще говорить не приходилось на тот момент существовал только прототип только опытный образец и все остальные вещи такие же сколько в этом сечина сколько в этом бывшего путинского охранника золотова я право не знаю то что с кем поведешься того и наберешься действует это несомненно потому что когда игорь иванович сечин появляется широкой публике в общем лучше бы он иногда прикусывал язык сейчас стала подзабываться история когда они решили наказать там саудитов и так далее и так далее на нефтяном рынке помните тот короткий момент когда те кто не спал в ночи резко офигели то есть начать нашей европейской они в американской шла торговля фьючерсами на нефть и цену на нефть на некоторое время стали отрицательными потому что игорь иванович так удачно так переговорил так удачно хлопнув дверью уехал с большого нефтяного совещания решив что россия действительно крупная нефтяная держава вот что происходит а кто влияет на сечина а кто влияет на золотова умеет ли они пользоваться интернетом путин судя по всему интернетом пользоваться так не научился иначе вышел бы под свой официальный аккаунт прочитал какие там вообще комментарии ставлю я не знаю это это реально это реально black box но что поделаешь виктор пелевин довольно точно обрисовал свое время в романе россию как большой black box где он сказал всемирный исторический смысл русской цивилизации состоит в превращении солнечной энергии в народное горе вот чем-то примерно таким же занимается путина вероятно вот те господа которые действительно муж сечен несомненно имеет доступ к его телу а дмитрий мы немножко отойдем от россии и мы я у меня есть вопрос по поводу беларуси найти есть вопросы которые очень трудно задавать но не задавая их ты всегда будешь топтаться на месте потому что всегда желательно получить абсолютно непростые ответы вот уже несколько месяцев беларуси идут волна протестов не угасает и а с лукашенко со своей компанией какой-то садистским садистским удовольствием их значит гасит у меня вот какой вопрос должна ли нести белорусская общественность белорусское общество ответственность за то что 26 лет это общество имела президентом лукашенко и его вот это вот окружение то есть вот этот как говорится они как бы их поддерживали а сейчас получается что они как бы сказали нет вы нам надоели естественно лукашенко уйти не хочет должно ли это общество нести ответственность за то что вот принято за последний приходит у ребят вы хитрые и недобрые хотя и профессиональные люди у меня прошлый раз уже пытали таким вопросом только переформулированным должно и русское общество нести ответственность за пути не тут белорусская я тогда как вы помните ответил что в россии нет народа и нет общества начнем хотя бы с этого россии из тех стран где сначала образовалось государство а потом уже нация в отличие допустим от всех остальных стран и америка тому классический пример что касается белоруссия знаете что вот я сниму себе ответственность за ответ на этот вопрос но я знаю где этот ответ поискать только что вышла книжка в издательстве новое литературное обозрение которым руководит ирина прохорова родная сестра мультимиллиардера михаила прохорова который щедрог дает часть денег на издательство за что ему большое спасибо эта книжка николая apple она называется неудобное прошлое это одна из немногих книг на русском которые собственно рассказывает как вообще в принципе может вестись работа с прошлым который в том и состоит признавать ли может ли народ давать и вину и ответственность как сочетать светлые страницы с черными и другие книжка это совершенно замечательно потому что рассматривает шесть главных как пишет и плея мировых сценариев как вообще это может происходить это сценарий аргентины но не после перона а вот после серии загадочных когда люди по-моему начали 76 по 90 где-то пятый они исчезали их убивали их сбрасывали в море с самолетов живыми так далее и так далее они исчезали эти вот эпоха тайного террора когда государство не признавалось в том что убивает своих собственных граждан аргентина это раз два это польша а вы знаете что сейчас польша такой возврат польша и венгрия 2 таких bad boys единой европы там такой возврат на очень ортодоксальные консервативные позиции а это испания постфранкийская а франко правил 30 лет а это япония послевоенная а это разумеется послевоенная и после объединенная германия и кого я там еще наверное забыл и юар до постопортрейдный юар вот этих шесть вариантов как быть с памятью и виноваты в каждом случае народ вот николай пле очень подробно разбирать в том числе очень интересный южноафриканский вариант там когда отменили партеид и скажем так борьба против партеида привела к такому количеству жертв что жертва партеида это просто голубые цветочки и они приняли там такой формулу признания в обмен на правосудие ты признаешься своих преступлениях перед судом мы тебя признаем называем преступником но не сажаем не преследуем вот это было какое-то такое примирение я не знаю по какому из этих шести идите шесть сценариев они очень раз но при утверждает ту вещь которую мы с ним целиком согласен пока нация не обсудит свое прошлое и не придет к выводу первое что преступления совершались они не только лукашенковский ну как вы говорите грех попущения это тоже преступления пока не покаяться в них и пока не включить свой багаж исторический свою историческую память общество как выясняется не может продвигаться вперед расколотые общества которым очень долго была испания расколот общество которым безусловно является сегодня россия я в меньшей степени знаю какой степени насколько раскол там является современное белорусское общество но подозреваю что там это тоже может наблюдаться вот пока такого разговора не будет и вопрос о персональной ответственности ничего не сдвинется но есть одна очень плохая новость который вытекает из книжки опле разбирая немецкий опыт я могу подтвердить что он абсолютно прав он говорит довольно страшная вещь ни одно из никто из представителей поколения непосредственно участвовавший в печальных событиях никогда не кается и не признает свою вину это сейчас вот кажется что в германии процесс донцификации начался там сорок сорок пятом сорок шестом годах да нифига подобного в конце пятидесятых начался а полностью он развивался в конце шестидесятых начале семидесятых на что кстати очень повлиял четырехсерийный американский фильм освенцем так там мэрил стрип играет а я не знаю что назывался на аушвиц да то что освенцем это очень по советски по русски вот четырехсерийный аушвиц американский блокбастер был показан по телевизору в германии это вызвало нации шок после которого изменения стали необратимы но вот пока не вырастет поколение людей которые свободны от грехов отцов поколению которого будет свободы не отказываясь от родства отказаться от наследства это гениальная совершенно формула который использовал давид самойлов по отношению к светлане стали а с плане аллилуй а давид самулов знал что говорил он когда был в хорошем настроении все время говорил слушай меня димка меня любили дочери двух генералов и 1 генералис вот это он гениальная совершенно формула не отказываясь от родства отказаться от наследства но никто из участников событий скорее всего просто не сможет поднять этот камень и нам придется ждать лет двадцать когда вырастет новое поколение которое ни в чем не замаран а дмитрий смотрите сейчас вышел до экраны телевизоров сериал иван грозный где играют очень как мне кажется неплохие современные артисты и оценка и маковецкий вопрос великий кнезе иван васильевич является сегодня героем нашего времени в россии да безусловно не случайно вольное историческое общество условно говоря мидинский она постоянно поднимает вопрос о том что плохо бы ивану грозному памятник поставить безусловно как во времена сталина из нас вообще представления складываются о былых правителях под влиянием двух вещей под влиянием так называемой истории а в таких странах как россия вся история это история тайных приказов мы же я сталинском времени судим по работе мквд прежде всего по тем документам которые остались потому что мы называем реальной политикой real politics и реальной истории а второе это более конкретного правителя и вот если бы не два фильма заказанных и осипом бессереновичем сталином и гениально выполненных это петр первый и иван грозный нас было бы совершенно другое представление и петре первым и обывание грозным свое мнение петре только в недавние годы я вдруг увидел что это был не столь уж и хороший не столь уж и великий правитель то что профессиональные историки знали самого начала и вот сейчас идет такая же тенденция да как в свое время елизавете петровне было очень важно расправиться с памятью своей предшественницы анна иоанновны и она стала продвигать вот этот термин бероновщина что не так что много они навредили что эти немцы и ведь это ее была такая мелкая месть вообще анна иоанновна примерно такая же как я дмитрий по павлович я павлович она анна ивановна русская царица но нужно было обозвать ее анной иоанновны чтоб она не мучерой проклятой в россии во время елизавета петровна правления смотрелась и вот мы до сих пор к этой аня иоанновне курпулентной женщины с маленькой головой большой любительницы пострелять у него павильоне монплезир в петродворце возле каждого окна а там окна голландского типа они от пола окна двери огромный стояла по заряженной фузы для быстрой перезарядки гильзы и гусиным жиром смазывали вот она ходила и стреляла и за один сезон и проведенный там летом могла на стрелять по полторы тысячи зайцев например бегающих по парку ведь мы до сих пор к этой несчастной анне иоанновне очень плохо относимся гораздо хуже чем к екатерине великой потому она и великая что мы к относимся или к елизавете петровне но сейчас да есть конечно тенденция на то что вот взять всех жестких правителей ну ладно иван грозный но совершенно четко идет тенденция на возвеличивание сталина и случайно когда путин был еще в состоянии стоять на мавзолее вспомните на последних парадах если вы видели эту картинку на тех но в зале задрапировано лейна нет ленина эта идеология идеологию чудовищная мысль кривая но неважно то мысль и диалоги они путина нафиг не нужны ему нужна власть а любая идеология мы соперник вот почему товарищ сталин путин друг и соратник иван грозный друг и соратник а ленин он уже не друг он уже не соратник он враг от него путина хотел отделаться поэтому разговоры о том что из мавзолея вынесут ленина это что ведут культ сталина они все громче и громче раздается дмитрий вот в нашем детстве был такой замечательный фильм назывался добровольцы такая романтика с песней комсомольцы добровольцы сейчас время бывших комсомольцев то есть все окружение путина все вот это вот его как бы сверли ближний круг это бывшие комсомольцы успеет сказать успешные комсомольцы как вы видите будущее а кто это будет я думаю время комсомольцев пройдет кто это будет в россии будущее как вы думаете кто это капиталисты это невозможно предсказать по одной простой причине мы почему-то исходим я в том числе из очень соблазнительной точки зрения что вот дедушка отбудет страну ос и все перевернется как в российской истории должен чередоваться пляшивый с волосатым исправителей пока что это правило ни разу не нарушалась а вот так же в точности должен прийти некий человек который отворить форточку в европу и в мир перестанет бомбить воронеж на основе наладит отношения западом и тогда и тогда то что также ведь было после брежнева и нет друзья это опять бог кинул кости и пришлось черненко как я который сменил андропова и андропова который сменил брежнева скоропостижно умереть помните такая балашуточка тогда жесткая муж какая есть пятилетку за три гроба и это действительно так происходило каждые полтора года умирал генсек и а дальше господь кинул кости и выпал жребий горбачёва это во многом была совершенно случайность а мог бы прийти скажем товарищ товарищ лягачев который кстати до сих пор жив до полета модно умер товарищ не то долгих не то зимянин они все на одно лицо долги долгих зимянин капитонов девичев панамарёв я вот до сих пор это помню в ушах звенит нужно наверное будет корта ларингологу сходить проветриться вот это может быть что придет но в рамзан кадыров например конечно фсбшных офицеров возникнут проблемы но я не думаю что они руку поднимут скорее всего поднимут другую точку у них поза лордоза хорошо рассчитана тренирована главное годами может прийти может прийти человек который будет даже хуже как это ни странно такое тоже может быть это я вовсе не беру на вооружение кремлевскую довольно гнусную довольно мелкую философию если не путин за кто дальше может быть тоже только хуже но это тоже может быть в том числе я еще раз повторяю в то время в которое мы живем а цена случайности вырастает многократно и об этом говорили совершенно разные люди такие допустим как носим талеб что во всех его книгах роль случайности вот она просто пунктиром проходят это тот же энди орхо когда он сказал что в наше время каждый имеет право на 15 славу на ты именно это имел ввиду бог стал настолько часто кидать кости что и тебе может выпасть 15 минут быть наверху но только 15 потому что дальше господь кинет кости еще один раз ты должен успеть зафиксировать моменты сливки с его снять вот что имел ввиду насколько я понимаю энди ворхо роль случайности очень сильно возрастает поэтому говорить исходя из тенденции что будет то то и то то неблагодарное дело хотя сейчас пишет цикл статей для агентства росбалт они меня попросили который будет называться новый класс это как раз о том что будет после путина и почему новый класс я беру термин знаменитого югославского коммунистами лавана джиллеса которого в тюрьму посадил этот самый если было не сказал чушь я скоро иосиф бросит он стал книгу новый класс о новом классе бюрократии который всем правит путин в бункере а реально и там какие-то вещи на местах занимается вот этот новый класс все эти прокурорские повязаны с судебными судебные повязаны следком следком повязаны с единороссами единороссы повязаны с администрации администрации повязаны там за собой топ энерго обл топ энерго повязанная с минздрав и так далее вот они занимаются совершенно реальными вещами и конечно моя идея состоит в том что любое изменение в россии успешно только когда она происходит а в результате дворцового переворота и б когда этот переворот осуществляет именно новый класс потому что он имеет навык государственного управления он четко формулирует цели он хорошо понимает что в текущем правителе настолько скверно что от него следует избавиться и вот все дворцовые перевороты которые происходили пару по этой схеме например брежнев перевернул хрущева а горбачок в чем-то тоже устроил дворцовый переворот хотя наимягчайший екатерина которая понятно куда отправила муженька понятно куда отправил папочку александр первый елизавета которая устроила перевороты свергла крошку ивана антоновича до несчастного русскую железную маску вот все эти люди они добивались успеха потому что они были оттуда вот из этого правящего бюрократического около дворного класса они знали что делать начать фиг бы елизавета петровна несмотря на то что была дочка петра власть бы удержала екатерина фиг бы удержалась по настолько лет там на вторых ролях при дворе не проторчала а вот это удачные все перевороты они удачный переворот это большевистский когда класть пришла простите меня свора на свор я называю не потому что я хочу выразить свое к ней презрение хотя и не без этого а потому что не было навыков страстного управления она не знала как страна устроил устроена вот почему она в эту безумную совершенно кровавую бучу всех вергла из которой хорошо если удалось на философском корабле там выплате как как бердя его в америку там допустим они не умели они это не знаю поэтому большая вероятность что произойдет переворот либо посмертный либо прижизненный и скажет да нам нас достало в париж гонять за сыром бри в италию за пармезаном чем отменяем эти путинские бредни и этот запрет на импорт продовольствия мы открываем границам и налаживаем отношения пропал к сожалению наш собеседник вышел из skype в конце передачи это так у нас получил к сожалению скажем спасибо большое огромное спасибо и до следующего раза будем надеяться а вот последствия сложности перевода называть у меня lost translation это враги враги дмитрий а мы хотим сказать огромное спасибо передачи к сожалению подходит концу было очень интересно мы надеемся еще на несколько встреч с вами спасибо смотрите губинами спасибо удачи вам и здоровья спасибо до свидания спасибо за просмотр!